Каким будут дома на Марсе, чем порадовал Пол Маккартни своих поклонников и где можно выпить коктейль из ледяной посуды, сидя на ледяном же стуле. Об этом и не только. В нашем обзоре. Более 300 заключенных взломали тюремную банковскую систему и перевели на свои счета почти 225 тысяч долларов. Инцидент произошел в штате Айдаха. Именно в этой тюрьме отбывающих срок обеспечивают планшетами за хорошее поведение, с помощью которых они имеют возможность качать музыку, книги и вести онлайн-переписку. Как именно мошенникам удалось взломать систему, сейчас выясняет полиция. НАСА определило финалистов конкурса по разработке жилых комплексов на Марсе. Жюри отобрало пять команд, которые предложили собирать материалы для домов уже на Красной планете, а дополнительные модули напечатать с помощью 3D-принтера. Изобретатели утверждают, что такая технология позволит увеличивать площадь здания при увеличении количества жильцов. Жители Австралии донимают кенгуру. Прыгуны забираются на огороды и в сады и наносят серьезный вред урожаю. За последние годы численность этих млекопитающих увеличилась и продолжает расти. Однако власти пока не спешат контролировать их популяцию. Более тысячи человек приняли участие в ежегодном забеге на лыжный склон в Берлине. В марафоне участвовали не только жители Германии. Желающие приехали из Америки, Бразилии и Японии. Несмотря на крутой подъем, 400 метровку с удовольствием пробежали как молодые, так и люди пожилого возраста. А еще в Берлине всем желающим предлагают посетить бар изо льда. Температура внутри заведения постоянно минус 10 градусов по Цельсию, что не позволяет ледяным стенам и посуде таять. В таком заведении можно заказать охлаждающие напитки и посидеть на ледяных стульях. Американский актер Арнольд Шварценеггер снялся в передаче, в которой продемонстрировал мощь собственного танка. М47 именно этой моделью бронемашины управлял актер во время службы в австрийской армии. На видео Шварценеггер с легкостью уничтожает 9-метровый лимузин и шутит. Предпочел бы ездить на нем, нежели на обычных легковых автомобилях. Гоночный автомобиль во время заездов врезался в судейский пост. Водитель Ламборгини не смог обогнать соперника. После столкновения гонку приостановили, водителя и еще одного пострадавшего госпитализировали. Медики отмечают, полученные ими травмы не опасны для жизни. Пол Маккартни решил порадовать поклонников и устроил секретный концерт. О начале перформанса объявили всего за несколько часов до события в местном клубе в Ливерпуле. Билетов было всего две сотни, их раскупили в считанные минуты, а первым счастливчикам удалось попасть на концерт совершенно бесплатно. За час выступления музыкант исполнил 27 песен, среди которых были и легендарные композиции Битлз.